МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Границы сильны и неприступны. Рай Каратюнян ознакомился с оперативной обстановкой на линии фронта. 15 июля 1983 года Оссала осуществила операцию Орли. Ситуация в Сирии. Лазурные воды, озеро Ван окрасились в красный. В Ване, где когда-то жили армяне, осталось около ста церквей. Однако большинство церквей были снесены в последние годы, особенно во время правления партии «Справедливость» и развития многих церквей были превращены в конюшни. Если это будет продолжаться с последними оставшимися церквями, они полностью исчезнут. Самой важной сотен церквей, оставленных армянским народом, является Ахтамар, церковь Святого Варфоломея и церковь Семи церквей. Благодаря международному вниманию и общественному давлению на острове Ахтамар были проведены различные реставрационные работы. Семь церквей в Аргаванг, также известные как место, где публиковали газету «Орел Ванеи», расположена в деревне Бакрачал у подножия горы Эрек. Крыша церкви полностью рухнула после долгих лет использования церкви как сарая. Если не предпринять меры, та же участь ждет стены церкви. Вчера противник подвел итоги своих потерь. Об этом на брифинге 15 июля заявил ответственный информационного кризисного центра Артшун Уанесян. Не знаю, окончательные цифры или нет, но говорилось о 12 жертвах. В их числе начальник штаба корпуса, начальник артиллерии корпуса, другие офицеры, а также рядовые, пояснил он. Уанесян добавил, что относительно затишки сохраняется, крупнокалиберное оружие и артиллерия не применялись. Спокойно также и в арцахском направлении, отметил он. Президент Арцаха Рейка Рутюнян посетил общины Талыша и Матагиса, а также передовой, ознакомился с оперативной ситуацией. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. Уважаемые соотечественники, я только что вернулся из приграничных общин Талыша и Матагиса Мартакирского района. В сопровождении первого заместителя командующего начальника штаба армии обороны Каму Вартаняна я побывал на передовой, ознакомился с оперативной ситуацией, говорил с военнослужащими, написал Рутюнян. Президент Арцаха заверил, что армянские границы крепки. «Подтверждаю, армянские границы крепки и неприступны. Только глупому противнику может прийти в голову попытка посягательства на наши границы. Ответный удар будет очень болезненным и необратимым», отметил президент Арцаха. Взрыв произошел 15 июля 1983 года, когда начиненный взрывчаткой большой чемодан зарался перед стойкой турецких авиалиний в аэропорту Орли в Париже. После теракта в аэропорту полиция задержала 51 человека, связанных с Асала. 11 из них были доставлены в прокуратуру, из которых шестерым были предъявлены обвинения в совершении теракта, в том числе и главному исполнителю теракта, сирийскому армянину Вооружану Крапетяну, который признался в совершении преступления и сообщил, что бомба взорвалась раньше времени, и что она должна была взорваться в самолете во время его полета из Парижа в Стамбул. На судебном процессе, проходившем в пригороде Парижа Кретея, Крапетяна отказался от показаний, которые он дал в следствии, и вместе с другими обвиняемыми стал отрицать свою причастность к теракту. 3 марта 1985 года суд присяжных признал Крапетяна виновным в совершении теракта и приговорил его к пожизненному заключению. Двое его сообщников были приговорены к различным срокам заключения. Наир Сунер к 15 годам, Аванес Сэммер Чи к 10 годам тюремного заключения. Суд присяжных заявил, что более мягкий приговор в отношении сообщников Крапетяна связан со смягчающими обстоятельствами в их деле. В 2001 году, после того, как Крапетян отсидел 17 лет в тюрьме, он был освобожден и депортирован в Армению. По словам Крапетяна, акция в аэропорту Орли была осуществлена в ответ на казнь путем повешения Ливона Экмеджана, участника нападения на аэропорт Эсенбука, которое привело к человеческим жертвам в Стамбуле 1982 года. Мы планировали взорвать самолет турецких авиалиний, которым должны были лететь высокопоставленные представители спецслужб Турции, а также генералы и дипломаты. В районе сирийского населенного пункта Эриха террористы подорвали самодельную бомбу на путь исследования автоколонны российско-турецкого патруля, сообщил Центр примирения враждующих сторон Сирийской Арабской Республики. Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа. Всех раненых оперативно эвакуировали. Российских военных доставили на авиабазу «Хмеймим», где им оказали необходимую медпомощь. После инцидента российские ВВС возобновили авиаудары по позициям вооруженных банкроп. Обстрелу подверглись цели, которые расположены к югу от трассы М4. В Западной Армении из-за обильных осадков воды рек, которые вышли с берегов, окрасили озеро Иванов в красный цвет. Многие сельскохозяйственные районы были затоплены в провинции Ахлата, Бакеш после сильного града и наводнений. Ситуация остается напряженной, и метеорологи предсказали осадки на ближайшие дни. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию до Запюр. Все видео представлены на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok